Друзья, здравствуйте! Конец года традиционно подводим итоги, делимся планами на год следующий. В этом видео хочу с вами поделиться тем, что у нас получилось в этом году, а также тем, что планируем в году следующем. И я надеюсь, что вы найдете для себя какие-то интересные форматы, интересные мероприятия, где вам захотелось бы поучаствовать, посотрудничать с нами. Итак, что же получилось в двадцатом году? Несмотря на все внешние перипетии, у нас получилось в этом году сделать много и в том числе поставить несколько рекордов. О них расскажу, и также расскажу, как мне кажется, за счет чего это у нас получилось, то есть такую рефлексию небольшую. Первый рекорд, который мы в этом году сделали – это рекордное количество участников в обучающую группу, 250 человек в обучающую группу. Это в принципе, если говорить о средних цифрах в рынке, это очень хорошая цифра, и для нас она тоже была рекордной. За счет чего это получилось? Дело было, эта группа запускалась как раз в период, в первые месяцы карантина, и когда вся эта история в мире произошла, мы с командой собрались и решили, что нужно каким-то образом отреагировать на это внешнее событие, предложить какой-то курс, какую-то программу, тренинг, которые будут востребованы и полезны людям в такой момент. У нас было два варианта. Первый вариант – это программа такая, знаете, антикризис, условно, как выжить в кризис, как там себя сохранить и так далее. Это был первый вариант, и как бы он выглядел логичней. Понятно, вот кризис, людям нужна поддержка, вот мы даем такой курс, такую программу. Но второй вариант был о том, что интересно, нам интересно, и вот… То есть он больше был про интерес, не про то, что надо, а про то, что интересно. И мы решили сделать тест и запустить в рекламу и тот, и другой курс, и сделать оботестирование. И, казалось бы, на выходе было почти очевидно, что первый вариант должен набрать больше просмотров, кликов и так далее. Но каково было наше удивление, когда оказалось ровно наоборот. Второй вариант, где акцент шел не на антикризис, а на интерес, набрал примерно в три раза больше, выше были показатели этого варианта. И мы дальше пошли в эту тему, соответственно, получилось собрать вот такую группу – 250 человек. О чем это? Еще раз о важности идти за своим интересом. Рынок рынком, тренды трендами и так далее – то, что вам интересно, там ваша энергия, и там вы получите крутой результат. И в целом люди сейчас коллективно, мы движемся в сторону того, что то, что мне интересно, это становится важным. Это такой, повторюсь, коллективный тренд, не просто это нужно или это вот для чего-то мне там пригодится и так далее, а это мне интересно. Вот интерес становится важным мотивом что-либо делать, обучаться, какие-то активности в жизни совершать и так далее. И мы это вот буквально на себе прочувствовали. Второй рекорд, который мы поставили – это 150 человек в годовую программу обучения психологии. Тоже абсолютный наш рекорд, и если по рынку смотреть, то это очень-очень высокая цифра, редко какие обучающие проекты собирают такие группы, если кто-то вообще собирает. Именно я говорю о годовом полноценном комплексном обучении – 150 человек. За счет чего это произошло? Накануне запуска этой группы у нас была с командой стратегическая сессия. Мы все собирались и дружно думали о том, как, куда мы дальше развиваемся, как мы видим нашу компанию в будущем, что для нас важно, что для нас не важно, с кем мы хотим работать, с кем мы не хотим работать, какие наши ценности и так далее. То есть полностью вот все это прорабатывали, три дня мы работали. И в итоге опять же это то, что происходило внутри команды. Дальше у нас стартовал запуск новой группы, продающие мероприятия, вебинары, презентации и так далее. И вдруг мы получили вот такой вот результат – 150 человек. Это примерно в два раза выше, чем среднее количество участников нашей группы. Почему? Мой ответ, он такой, знаете, психологический. Это произошло за счет того, что на стратегической сессии всей нашей команде удалось создать очень яркий, очень энергетически заряженный образ будущего компании. И какими-то непонятными путями, психологам понятными путями этот образ передался аудитории, которая приходила дальше на наше мероприятие и принимала решение купить или не купить обучающий курс. И вот для кого-то это может быть, не знаю, немного странно и неправдоподобно, но я думаю психологам, которые смотрят, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, о том, как образ, но яркий энергетически заряженный образ влияет на результат уже здесь и сейчас. Поэтому думайте про будущее, создавайте образ своего будущего, наполняйте его энергией, наполняйте его эмоцией, и уже здесь и сейчас вы сможете получать вот такие результаты. Вот буквально в два раза у нас выросли продажи, хотя делали то же самое, действия были те же самые, как и раньше. Это такой вот второй наш рекорд и интересный, важный опыт, связанный с этим. Следующий важный момент – это запуск курса по карьерному консалтингу. Это была такая наша первая ласточка движения в направлении корпоративной психологии, бизнес-психологии, психоаналитического бизнес-коучинга и так далее. И карьерные консультанты получились, уже три запуска, три потока в этом году прошло, и мы не только сделали новый курс, но мы по сути задали новый стандарт профессии, то есть новый, даже, знаете, новое видение профессии карьерного консультанта. Совместно с проектом «iCharge Secret» Наталья Токарской мы делаем эту программу. Очень классные отзывы, уже многие наши выпускники успешно работают, реализуют себя в этой профессии. И почему новый стандарт? Потому что мы соединили карьерный консалтинг, коучинг и психологию. Это то, что мы привнесли на рынок, и сейчас мы видим, что некоторые наши коллеги даже это моделируют, и для нас это самый сильный комплимент, потому что, когда вас моделируют, когда за вами повторяют, то это очень высокая оценка вашего продукта. И это такая тоже наша гордость в этом году, которым мы этот курс будем, планируем продолжать развивать в следующем. Также мы получили госаккредитации по нашим программам, по психологии, по карьерному консалтингу, то есть наши слушатели сейчас могут получать документ государственного установленного образца о профессиональной переподготовке. Это тоже важно, я, вы знаете, не очень сторонник такой жесткой какой-то бюрократии бумажек, но тем не менее это тоже какая-то еще дополнительная, скажем, ценность для наших студентов, и теперь вы можете в том числе работать в каких-то государственных структурах и так далее. То есть это полноценное, уже признанное на уровне государства образование. Следующий момент – это то, что мы провели первые встречи, первые групповые занятия в наших оффлайн представительствах. На нашем сайте есть вся информация, если вдруг вы хотите присоединиться, есть информация о наших представителях, в каких городах работают, как с ними связаться, пожалуйста, присоединяйтесь. Также важным моментом был запуск проекта «Ты не один», это благотворительный проект, в рамках которого около двухсот наших психологов на девяти разных языках или на десяти проводили благотворительную работу, то есть консультацию психологическую можно было получить бесплатно тем, кто в этом нуждался. Проект стартовал в начале карантина, как тоже социальная такая поддержка. Вот мы с командой задали себе вопрос – чем мы можем помочь? Кто-то там дарил бизнесу, какой-то бизнес дарил медицинские маски больницам, кто-то еще что-то делал. То есть каждый свой ресурс как мог вкладывал, и мы спросили себя, какой наш ресурс, самый сильный. Самый сильный наш ресурс – это база наших психологов, классных крутых профессионалов, которые могут помочь. Соответственно, решили сделать такой проект, и в планах он был на несколько месяцев пережить карантин, но на самом деле до сих пор он работает, мы получаем очень много, уже сотни отзывов благодарных для наших психологов, от людей, кто поучаствовали, поэтому проект остается и уже, в общем, возможно, будет на регулярной основе работать. И такое, наверное, для меня одно из самых важных – это то, что наша команда пополнилась замечательными, творческими, классными людьми. Я думаю, вы это почувствовали, может быть, вы это не увидели, но вы это почувствовали через то, как изменились наши продукты, наши сайты, наши, видеоматериалы и так далее. Мы много работали для того, чтобы это качество всего, что мы делаем, улучшалось. И это за счет тех людей, которые у нас в команде, которые совместными усилиями все это делают. Что мы планируем в 2021 году? Первый момент – планируем продолжать и улучшать то, что мы делаем уже неплохо, а именно обучение профессиональной психологии. У нас в планах есть улучшение самой программы, введение дополнительных преподавателей, введение дополнительных форматов, в общем много всего интересного будем анонсировать. Следующее направление – это расширение программ для психологов, в частности вот детскую психологию. Мы уже сейчас готовим запуск, первые шаги будут в этом году и в январе 2021 года. Второй вектор нашего развития – это психология для бизнеса. Здесь очень широкое поле работы, в первом полугодии 2021 года мы планируем выпустить полноценный обучающий курс для психологов, которые хотят работать с бизнесом. Тоже будем анонсировать, рассказывать, втайне держать не будем. Если вам интересно, следите за нашими соцсетями, за нашими рассылками, вся информация будет. Также мы очень надеемся, что в ближайшее время будут сняты ограничения по поводу коронавируса и так далее, мы сможем проводить живые мероприятия. У нас стоит в планах такой акцент, фокус именно на живые мероприятия, возможно в разных городах, с трансляциями и так далее, потому что живой формат он дает дополнительную энергию, дополнительную вовлеченность и результаты бывают выше. В общем-то, вот такие планы. Будем рады видеть вас на наших мероприятиях, будем рады видеть вас на наших эфирах, в соцсетях, в наших обучающих программах. Пишите свои, возможно у вас есть пожелания, какие курсы хотелось бы, чтобы мы для вас подготовили, какие темы интересны, как мы могли бы быть еще вам полезны. Мы посмотрим, учтем, возможно тоже дополним то, что запланировано уже сейчас. Еще раз благодарю вас за то, что были с нами в этом году, в следующем мы будем искренне стараться быть для вас полезными. Спасибо и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok